Разлил нафтопродукты, выбух на химичном предприемстве и навод лесный пожар. Это только несколько сценариев, по яких у столицы проходят в учении по громадянской обороне. Уделы принимают не только ротовальники, а и ильшие службы, и медицинские, работные и аварийные. Антонина Станкевич назирала за работой профессионалу. Это могло быть обычным ДТЗ, вот только один из удельников кировал бензовозом. В вынику некольки тонн палева вытекло Хуцнянского досковища. На такие выпадки у ротовальников есть полный план действий. Узгорание тушится не водой, а с допомогой специальных реактивов. Это совсем не пенная виша рынка, хоть и выглядит очень подобно. Дальше, при допомоге специального химичного состава, ротовальники как раз и смагаются с горением нафтопродуктов. Но для новокольного асяродя, такая пена достаточно безопасная. Далее нужно локализовать нафтопродукты при допомоге специальных приладок. А по трудной речи вы не растеклися по всем водосховищам. Подъезд до места здарения перекрывают супрационники ДАИ. До работы подключаются и экологи. Специалисты берут стры пробы воды. Непосредственно на месте здарения, так само высшей и нижней поплыни. Потом через часа 2-3 мы должны опять приехать отобрать пробы, то есть посмотреть динамику, скажем так. Распространяется оно дальше или же нет. Но на этом работа экстренных службов не закончена. Видовожцы поведомляют про мощный пожар в лесе. Одразу же на месте здарения прибывает специальная бригада. В завершении Птушиного подлету допомогает спецавиация. 5 тонн воды, минавито такую колькость скидывает вертолет за один раз, допомогает потушить пожар, куда худший. Масштабные вучения проходят сегодня по всей столице. Уделу их принимают не только ротовальники, а и иншая служба, отказанная за той тень и инший фронт работ. Внимание уделяется каждодневное. Каждый день мы стараемся напомнить жителям, как они себя должны вести в случае, не дай бог, возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Напоминаем, что они должны делать для того, чтобы не возникло чрезвычайной ситуации. Все родные сценарии, которые работают сегодня, выбух на химическом предприемстве, здоровье с рыбаками на воде и иншие ситуации, которые в реальном жизни отбываются за все Дизненадску. Основная задача учения – это посмотреть на взаимодействие служб, входящих в государственную систему, а также на уровень их действий в рамках своей компетенции. Такие учения у столицы проводятся регулярно, и это не только своя особливая тренировка для экстренных службов, а и простых людей. Как введали, до кого извертаться под опомогу. Антонина Станкевич, Владимир Тихонович, Ахенство, Телиновин.